Уже выше было сказано, что Архангелы нас побуждают к таинствам церковным. И, конечно, прежде всего они нас побуждают к таинству причащения, чтобы мы с вами к этому таинству чаще приступали, конечно, должным образом готовясь, правильно себя ведя до причащения, после причащения. Поэтому вот вторую тему, которую кратко хотелось осветить, она будет называться у нас, точнее, мы тут три с вами вопроса рассмотрим. То есть тема сейчас у нас таинства причащения. И первый вопрос — это плоды таинства причащения. Плоды таинства причащения. Ну не только мы плоды посмотрим, потому что о плодах так или иначе некоторые уже и наслышаны. И в молитвах постоянно откройте молитвы, псалмы, везде проповедуются о плодах. Здесь с некоторой другой стороны мы с вами посмотрим, чтобы лучше и запоминать эти плоды. Но не только мы с вами плоды кратко так посмотрим. Очень важно знать причины получения плодов. Можно и прийти к таинству за плодами и не получить. Пришёл, каждую неделю ходит, 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 ходит. Плодов нету, плодов нету. Потому что есть определённые причины, их очень много, но из одного-двух рассказов некоторые напомним. И третий вопрос, вот в связи с таинства причащения, что сегодня кратко напомнить хотелось. Это причины сохранения плодов и увеличения их. Можно прийти, получить и потерял, обокрали. Потому что бесы не всегда. Это ведь неудивительно, что когда человек причастится, и вскоре бывает борим на гнев. А когда гнев, то вскоре начинаются уже и похоти быть разные, потому что всё это тесно связано. Поэтому, с одной стороны, к этому надо готовиться. Хотя иногда это не бывает по Божьей милости, но иногда Бог попускает. Потому что бесы не всегда готовят лишить человека этого богатства. Поэтому, с одной стороны, третий вопрос. Надо сохранять то, что получаем. Но постоянно нужно и увеличивать эти дары. Есть определённые причины, как нужно себя правильно вести, чтобы эти дары в нас увеличивались. Потому что, если мы сохраняем их, но не увеличиваем, то то, что и в нас пребывает, начинает исчезать. Потому что одно из двух, или те дары в нас увеличиваются, или они начинают уменьшаться и исчезать. Поэтому нет такого статического состояния сохранения, происходит увеличение их или исчезновение из нашей Души. По поводу первого вопроса, плоды, таинства, причащения. Самые, конечно, центральные слова, которые есть в Священном Писании, это Господь говорил в Сонмище Капернаумском, когда беседовал с иудеями. И там, это в шестой главе от Иоанна, полезно эту главу почитать, прежде всего, вторая её половина, где особенно начинается вот эта беседа с иудеями. Время от времени иудеи дают разные возгласы там, или кочунственные, или спорные, или ещё разные недоуменные о том, как это таинство может совершаться, и непонятная речь Христа. И вот там есть такие центральные слова о плодах. Господь, например, говорит, что «Аминь, аминь глаголю вам, что кто будет есть тело моей, пить кровь мою, тот будет иметь жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот эта жизнь вечная в Царстве Небесном, и вообще жизнь духовная, она невозможна без и таинства причащения. Потому что жизнь христианская — это жизнь сверхъестественная, это жизнь не по какому-то мирскому законодательству. А мирское законодательство, оно вводится, чтобы человеку вообще в дьявола не превратиться. Оно подобно тому, чтобы немножко чуть выше стать состоянием бесовского. А христианское законодательство, христианский закон, закон Христофон, показывает человеку, как ему стать богоподобным, как уподобиться Троицу, уподобиться ангелам. И чтобы уподобиться Богу и ангелам, конечно, человеку нужна сверхъестественная Божия благодать, которая не просто благодать, а чтобы сам Христос в нас вошел. Вот если мы с вами возьмем семь церковных таинств, то в шести из них, кроме таинства причащения, мы получаем с вами благодать Божию. А в таинстве причащения не только благодать, а сам Бог, точнее, Христос не только своим божеством и с Отцом, и Духом, но и телом, и кровью, и душою своей человеческой уходит в нас. Это нигде, кроме этого таинства, не происходит. Поэтому это таинство действительно такое особенное, сверхъестественное по сравнению с другими. Потому и особенно им и пренебрегают люди, в том числе множество и крещённых, потому что здесь особенно возвышено всё и в небесном. Поэтому Господь сказал, что жизнь не вечная, человек не будет иметь, аминь, аминь, глаголю вам, още не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его. То есть, кто будет есть тело моё и пить кровь мою, будет иметь жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Вот эти вторые слова, я воскрешу его в последний день, означают, с одной стороны, что человек получит в последний день, вот в день второго пришествия Христа, это будет как последний день истории человеческой, дальше уже наступает вечно восьмой день, бесконечная вечность. Бог воскресит тела всех людей, но именно кто причащался, они получат тело, как у Христа. Потому что мы причащаемся для чего? Чтобы и душа уподоблялась божественной красоте, и чтобы тело тоже уподобилось бы той красоте, которую сейчас Христос по своему человечеству в теле своём имеет, вот эту неизреченную красоту. Кто не причащается, он получит тело, конечно, больное, смрадное, неумирающее и прочие вот свойства. Тел грешников нераскаянных во Второе пришествие, когда всеобщее воскресение будет. Дальше вот после этих слов Господь ещё на зидание такое говорит о плодах, что тело моё истинно есть брашно, а кровь моя истинно есть питье. Вот свою кровь и тело он сравнивает как с водою и хлебом, питанием. Сами понимаете, и выше уже было указано, это сравнение здесь снова в части повторяем, что когда человек не пьёт воды, не ест хлеба, других продуктов не принимает, то тело засыхает, человек умирает, душа выходит из тела. То же самое, если мы в душу не принимаем вот этот небесный хлеб и небесное питье, то наша душа начинает засыхать и умирать. Она смердит разными грехами. Естественно, в ней заводятся черви, то есть разные бесы, и лицо Божие отворачивается от неё. Страшное, конечно, бедствие с человеком происходит. Потом очень важно причащаться, чтобы иметь и воскресшее тело, и жизнь духовную, и телесную, и по телу, и по душе, питание это принимать. И далее Господь упомянул ещё некоторые плоды, что кто причащается, то я в нём пребываю, и он во мне. Часто мы можем это слышать, что и Бог во мне пребывает, если можно дополнить, что я в нём пребываю, но всегда надо помнить, кто не причащается, никакого Бога в душе быть не может, потому что Бог именно тогда в человеческую душу входит, когда человек причащается, принимая Христа и Божество Его, и через вот эти таинства, естественно, и Сына, то есть и Духа Святого принимая, и Отца, вся Троица входит в нас, и человеческое естество Сына Божий, который Он воспринял. Потом, когда человек не причащается, всё как такие фантазии полуонных людей, бесноватых, сумасшедших, когда мы говорим, что Бог в нас пребывает. Деятельность всех этих людей, их слова и дела показывают, какого они Бога имеют, падшего, естественно, разумеют бесов во главе с дьяволом. И вот эти слова, вот та проповедь Христа о причащении, она совершалась в сонмище Капернаумском, и слово Капернаумс еврейское можно перевести как «село утешения». Даже вот в самом этом названии города, где Господь проповедал, тоже ведь это не случайно, ничего ведь нету случайно, Господь именно выбрал это то селение с таким именно названием, чтобы людям подчеркнуть, что таинство причащения будет для них великим утешением в этой долине изгнания, в этой долине скорбей. Никто из людей всю жизнь радостно, без печали, без забот, и без скорбей не проживёт. Вот даже Барсонов и Оптинский напоминал о том, что наша земная жизнь — это как сплошная чёрная полоса скорбей, душевных и телесных, и на ней есть некоторые вот такие беленькие пятнышка. Это разные радости, которые Бог нам даёт. И вот чтобы нам выдержать вот эту жизнь нашу, где неизбежно много скорбей, душевных, телесных, искушений, чтобы всё это перетерпеть, перетерпеть и с радостью выйти победителем, нам, конечно, уже здесь нужна и помощь, с одной стороны, и с другой стороны, нужно вот это утешение в этих скорбях, потому что когда человека не утешают, он ещё больше впадает в уныние, в печаль, в злобу, и начинает и себя телесно ранить, и убивать, и душу свою ещё больше мучить. Поэтому таинство причащения будет для нас великим утешением. Точнее, сам Господь, войдя в нашу душу, будет нас утешать в наших печалях, ну и в то же время утешать и в радостях, чтобы мы в радостях не ширились, не высокоумствовали, не тщеславились, чтобы разумно здесь было поведение в радостях и в горе стих. И более того, вот это название Капернаум, когда человек причащается, то он станет таким духовным Капернаумом, или станет таким селом утешения, или городом утешения по отношению к другим людям. Потому что каждый из нас — одно из двух, или село утешения, или наоборот, такой город беспокойств, кто с нами не соприкоснётся, то больше одни страдания начинаются, и мучения душевные, телесные. Господь хочет, чтобы мы друг друга утешали, как пророк Исаиев в одной из глав. Бог через него говорит, «Утешайте, люди мои, утешайте». А как утешать, когда вне причащения, вне должного поведения, и как апостол к Солонинам, давая разные поучения, говорил, что так друг друга утешайте и созидайте друг друга, как и творите вы. А слово «утешение», как известно, третья личность Троицы, Святой Дух, одно из Его имён — утешитель. Потому, конечно, это утешение получения их, оно возможно, когда вся Троица входит в нас. Поэтому в христианстве нет такого разделения, что какую-то личность больше почитать, какую-то меньше, мы всех должны в равной степени неизреченно почитать, и Отца, и Сына, и Духа Святого. Уже как-то сказано было, ещё раз можно это повторить, что вот наши все христианские праздники, вроде бы с одной стороны почти все, они больше говорят как-то о Христе, что вот вход Господень в Иерусалим, там воскрешение Лазаря, там Пасха, всё вроде со Христом связано. Надо всё помнить, что здесь эти все праздники — это праздники Пресвятой Троицы. Потому что Христос не только Сын Божий входил в Иерусалим тогда, вся Троица входила, просто Сын Божий человеческим обликом, и как сам Бог, и от Него неразлучный Отец, и Сын Дух Святой, и Пасха, и прочее всё это. Праздники все и Троица, а не то, что делать ударение на одной какой-то Личности, а других как будто и нет. А где Сын, и где Святой Дух? Потому ущербно бывает наше такое празднование разных праздников, когда мы Сына Божия почитаем, Христа почитаем, а Святого Духа и Отца как будто и нету, где-то не там, на заднем плане, это вот всё один Христос делал, а они как какие-то второстепенные Личности. Тоже не надо забывать, любой праздник слышим, сразу вспоминаем, что здесь прославление всей Троицы идёт, просто каждый здесь по своим ещё личным свойствам некоторым особенным образом действовал. Но у них есть общие свойства, где, естественно, нераздельно всё друг с другом действует, нераздельно, нестерянно. Вот это можно нам с вами также вспомнить. Из плодов можно ещё вот такую притчу вспомнить, Христову притчу. Зачем, например, нужна Таинь сопричащения? Вот если мы посмотрим на все притчи Христова, их можно с разных сторон толковать, они имеют глубочайший беспредельный смысл. Если к нашей теме их привести, можно вот как пример показать такое. Вот Господь говорит, что подобно Царству Небесной Квасу, которого взяла жена и положила в три меры муки, пока всё не вскисло, то есть именно всё не поднялось. Подобно Царству Небесной Квасу. Именно под Квасом, разумеется, Таинство Причащения, под этими тремя мерами муки, разумеется, три силы души, ум, сердце и воля. И Господь хочет, чтобы мы причащались, чтобы мы Таинство Причащения, образно говоря, когда мы причащаемся, мы вот эту духовную закваску ложим и в свой ум, и в сердце, и в волю, чтобы они поднимались, именно чтобы наш ум и другие силы души возрастали бы в Божественной благодати и в Божественных добродетелях. потому, когда, как известно, человек не берёт закваску и не ложит в муку, то ничего и не поднимается, и так и остаётся это на таком низком уровне. Поэтому Таинство Причащения необходимо, чтобы наш ум сделался Божественным, чтобы больше вместил и больше добродетелей было, чтобы сердце наше ещё больше расширилось для восприятия Божественных наслаждений. Потому что иногда наше сердце очень слабенько так бывает Божественным наслаждением, но когда причащаемся, больше вмести также и наша воля по отношению к этому. Или можно ещё такую притчу вспомнить, это уже Самсон говорил в книге судей один из святых Ветхого Завета, судей израильских, Самсон. Он даже такую притчу сказал одним людям и говорил, что если вы отгадаете, то от меня получите некоторые материальные такие вещи, а если не отгадаете, то вы мне дадите там 30 перемен одежд и прочее. Именно такой был материальный. Но здесь некоторые духовные вещи, разумеется. Он такую притчу им предложил, что это означает, что от едущего изыди едомая и от крепкого изыди сладкая. Естественно, семь дней они думали, ничего они не могли придумать, отгадать. И так как у него была невеста, вот эти люди напали на неё и сказали, что если ты не выведуешь у него вот это отгадание, то мы тебя просто убьём, сожжём и весь дом твой и прочее. Естественно, она к Самсону подошла и он ей открыл, и потом она им сказала, и когда через семь дней это прошло, они ему дали вот этот ответ, что слаще мёда и крепче льва. Он сказал, если бы вы не пахали на моей юнице, то никогда бы не отгадали моего гадания. Ну и нанёс там определённые им поражения, что в духовном смысле, разумеется, уничтожение разных грехов и бесов. А эта притча в чём? В нашу тему, она особенно, конечно, подходит и к таинству причащения. Что слаще мёда и что крепче льва? Что слаще именно таинству причащения? Конечно, и чтение нас утешает, и исповедь, и прочее, но самую великую сладость, конечно, человек получает, когда причащается. Конечно, если должным образом пытаемся готовиться, и после сохранять. И что крепче льва? А под львом, разумеется, Христос. Потому что символ библейский Христа, не только рыба вышеуказана, также и лев в свет колен Иудова, как и в апокалипсисе. Иоанн, ангел, не ангел, а один из старцев, который в раю, Иоанну Богослову говорил, чтобы он не плакал, потому что победил лев от колена Иудова под львом, разумеется, Христа. Именно как символ такой крепости и неодолимости. Как и патриарх Яков, когда сынам своим пророчествовал о будущем, то Христа также сравнил с львом. Каждое животное, оно, конечно, где-то сам Христос приводил разные примеры с животными, грешникам уподобляя, но здесь именно святое сравнение. В библейских сказаниях очень много разных таких иносказаний, и притч, которые можно в разные темы для пользы души нам открывать, чтобы освящаться, потому что всё, что сказано Духом Святым в Святых Писаниях, оно не имеет какого-то однобокого, одностороннего толкования, потому что все истины Божественные, они беспредельны, даже одно сказанное слово, оно беспредельно в своём познавании, в своём делании, как пророк Давид говорил, что широка заповедь твоя зло, то есть чрезмерно широка твоя заповедь, как в плане понимания её изучения, так и в отношении исполнения. Даже Господь скажет там, что одно слово по поводу греха и добродетели, но здесь очень много будет разных дополнений, толкований, потому что всё это идёт по разным духовным направлениям. Можно много других плодов нам возвещать, можно ещё вспомнить связи с разными христианскими праздниками. Каждый праздник он нам напоминает также о плодах причащения, потому что с одной стороны хорошо в празднике причащаться, даже если не причащается человек по каким-то причинам, всё равно праздник он напоминает о таинстве причащения. Вот, например, вот что сегодня уже эта служба и завтра будет утром, мы вспоминаем событие, как Господь воскресил Лазаря. То есть есть такой праздник, как воскрешение Лазаря, хотя в обычных храмах по уставу Палиэлея не положено, но если где храм в честь Лазаря, то там будет особенно праздничная служба, но всё равно это так иначе праздник, хоть не такого уровня, как некоторые другие. Так вот, воскрешение Лазаря, оно что в духовном отношении означает, что каждый человек, он сам по себе рождается таким мёртвым, мёртвым нравственно, и тело уже, оно обречено на умирание, и душа, она имеет множество грехов, которые будут развиваться, и тем самым человеку ещё больше подать мёртвость. Но Таинство Причащения, оно как раз является для нас тем воскресением души и тела. Потому Таинство Причащения — это воскресение души и тела. Потому вот тот воскресший Лазарь нам напоминает нас самих, что мы тот умерший Лазарь, четверодневный, смердящий. Господь нам говорит, доколе ты будешь смердеть. Начинай смиряться, готовиться, причащаться, каяться, и всё. И человек выйдет из этого гроба греховного, из этого погребения, что бесы его глубоко во тьму погрузили, положили его там, завалили грехами, связали его. Помните, Лазарь вышел из гроба весь связанный по рукам и ногам. Потому что бесы свяжут человека грехами, бросят его во тьму греховную, и лежи там, и смерди. 70 лет, потом будешь вечно, неизреченно смердеть в аду. Поэтому, конечно, Господь не хочет, чтобы наша душа и тело смердили и призывает нас. Но именно, видите, четверодневный Лазарь, потому что, если мы будем долго всё-таки злоупритерплять Божьим милосердием, долго не каяться, не причащаться, то, в конце концов, можем уже и не воскреснуть. Потому что, всё-таки, есть определённые такие пределы, через которые человек приступает, он может уже окончательно умереть даже здесь, в земной жизни. Хотя и не безнадёжно в полном отношении. Или вот праздник Вход Господень в Иерусалим. Вот мы с вами, вот начинается причащение, мы с вами приближаемся к чаше, точнее, не столько мы, сколько Господь к нам, открываем свои уста, и даже и физически Господь входит в нас. Потому что в Иерусалим, разумеется, мы, а Вход Господень в Иерусалим, вот Господь приближается к Иерусалиму, разумеется, ставится причащение. Открывай свою уста, и Господь будет в тебе пребывать, и созижутся стену Иерусалимской, и будет тогда благоугодно Богу твои дела, твои жертвоприношения, твои мысли и прочее. Потому что каждый христианский праздник, он напоминает нам о плодах того же причащения. Или даже, можно, и сюда, и вещи церковные. Вот каждая вещь церковная, она проповедует нам о причащении. Возьмите даже вот ту же лампаду горящую. Мы ее, когда поставим, зажигаем ее, что человек, который причащается, он постоянно будет гореть, как лампады, как Господь сказал, что вы свет миру. Нужно ведь светить, чтобы и самому иметь просвещение, другим это передавать, чтобы все тьмою-то не покрылось. А естественно, как мы будем светить, когда не причащаемся, и сил не будет, да и просвещения не будет. Ведь чтобы вещи Божьи запоминать, чтобы их понимать, конечно, Господь нужен, чтобы вошел в нас этими тайнами тела и крови, и души своей по человечеству, божества, со всеми другими двумя личностями, отцом и духом святым. О плодах можно очень много говорить с разных их сторон, вспоминая слова Христовы, апостолах и прочее. Но сейчас очень важен другой вопрос, кратко мы с вами вспомним о причинах получения этих плодов. Можно прийти к причащению и плоды не получать. И чтобы лучше запомнить, снова можно вспомнить вот ту историю с воскрешением Лазаря. Господь ведь воскресил Лазаря. Почему? Потому что те две сестры, сначала одна, потом другая, со слезами, падали ему в ноги, молились, чтобы он пришел, говорили, если бы ты, Господи, здесь не был, то не умер бы брат наш. Тем самым, подчеркиваю, необходимость общения со Христом, такой духовной, в том числе, принятие его причащения. И вот эти две сестры, они что означают? Чтобы получить вот эти Божьи плоды, конечно, под двумя сестрами можно разуметь, например, как после молитвы. под молитвой широкое разумение и Троицы молитвы, и Божьей Матери, Иисусова молитва и так далее. Много, конечно, есть и других причин, и вот разные рассказы они нам напоминают, или вот еще можно вспомнить в связи с причинами. Господь однажды исцелил двух слепых, именно прикоснулся к ним, и они исцелились. Это мы, Таин сопричащение, когда к нам прикасаются, когда принимаем внутрь, то мы получаем это исцеление, оно потом усиливается. Но как эти слепые получили исцеление? Они, когда услышали, что Христос выходит из Иерихона, что это Спаситель, они стали ему постоянно кричать, что Иисусе, Сыне Давидов, что помилованные Господи, Сыне Давидов. Вот постоянно одни и те же слова стали кричать, при этом Христос удаляется, они кричат, они идут за Ним, точнее просят, чтобы их вели, но при этом многие люди стали препятствовать им. Некоторые препятствуют, чтобы они замолчали, а другие, чтобы и вообще не шли к нему. Потому, видите, чтобы нам получить плоды в Таинстве Причащения, с одной стороны, до Причащения, конечно, нужна вот эта наша молитвенность, то есть нужно и молиться, не просто захотел, и пошел, причастился, и получил. Ничего, конечно, не получим, нужно приучать себя к молитве, и при этом к молитве более-менее постоянной, насколько сейчас мы можем вместить. К тому же, вот эта краткая молитва, она напоминает о молитве Иисусовой, что это также необходимо для того, чтобы получать Божие дары в Таинстве Причащения. Потом вот эти люди, которые препятствовали, потому что препятствуют многие, есть препятствия внутренние, что мы не молимся, не каемся в своих грехах, но есть препятствия внешние, когда люди не дают нам пойти в храм, строят разные козни, чтобы мы пошли там, или неправильное понимание в нас вкладывают по отношению к церковным таинствам. Но если все это преодолеваем, то получаем, конечно, эти плоды. Ну, дальше вот третий вопрос возникает, мы готовимся, да, получаем эти плоды, и дальше вопрос третий возникает, а как это все все сохранять и взращивать в себе? Взращивать в себе. Когда Господь установил таинство причащения в последний вечер о своей земной жизни, то перед таинством причащения Он дал такой глубокий урок смирения, когда умыл ноги своим ученикам. И вот это умовение ног, оно нам напоминает прежде всего, с одной стороны, прежде всего, конечно, как средство такое к сохранению божественных даров, которые мы с вами получаем. С одной смирения, с одной стороны, смирение нужно и до причащения, чтобы получить. Ну, естественно, смирением все драгоценности Божьи держатся. Потому что, как Маккали Великий говорил, что когда человек, когда царь дает какие-то сокровища кому-то, и если этот нищий, получив эти сокровища, начинает гордиться, забывает, от кого он получил, не благодарит своего благодетеля, то в наказании царь все это забирает обратно, еще и наказывает за неразумное владение. Поэтому за смирение мы получаем, за смирение мы и удерживаем. Поэтому то мовение ног это прежде всего добродетель смиренно-мудрее, ну и надо, конечно, знать, что в нее входит, потому что это понятие, конечно, глубокое, высокое и широкое, это и видение своих грехов, и чувство из-за вредности, и понимание своей полной зависимости от Бога, и помощи ангельской необходимой, чтобы духовно совершенствоваться, избавляться от зла внутреннего и внешнего. Или когда Господь другой пример по поводу сохранения, увеличения даров, когда Господь исцелил двух слепцов, это другие слепцы, которые Господь раньше их исцелил, и когда исцелил их, тем самым такой дар таинства причащения, исцеления от телесных и духовной слепоты, чтобы разумевать вещи Божьи, необходимо причащаться. Господь им сказал, что смотрите, чтобы никто не узнал об этом чуде. И они вышли всем проповедовали, что Господь с ними сделал. Сразу вопрос возникает, Господь им дал заповедь, они ее нарушили. Они ничего не нарушили, потому что сказаны были слова, чтобы никто об этом не узнал. Речь о чем идет? Что не вздумайте, что вы своими силами, своими способностями что-то понимаете и разумеваете. Бог к вам снизошел, снял покрывало сатаны с вашего ума, и вы начинаете понимать вещи Божественные. Здесь под слепотой, разумеется, слепота нравственная. Не думая, что ты твоими силами взлетел так на крылышки до Божественных высот. Именно Бог снизошел к тебе за то, что ты стал каяться и просить, что Боже отверзи мои очи. Как и Господь им сказал, что вы хотите, чтобы я вам сделал, чтобы открылись наши очи. Потом мы постоянно перед Богом смиряемся. И Господь снисходит и открывает. Поэтому говорит, смотрите, себе это не приписывайте. Но при этом, естественно, Господь там уже по тексту не пишется, но это всегда подразумевает, что прославляйте Бога, что Он с вами сотворил. И они это сделали, эту заповедь исполнили. Там никакого нарушения нет, а наоборот полное соблюдение. Потому что священные книги, они всегда писаны кратко, и здесь нужен духовный опыт и толкование, чтобы понимать полноту того, хотя бы отчасти полноту того, что написано. А если гляди, смотреть только на текст, то он может впасть в разные извращения, недоумения, и нередкие богохульства и прочее. И здесь в том вот этом рассказе упомянутом и говорить, что если хотим Божьи дары сохранить, увеличивать их, то надо постоянно смиряться пред Богом, сознавая, что мы слепые, глухие, немые, а Господь отверзает очи слепых, открывает уста младенцев, чтобы они говорили что-то божественное. Сами мы по себе и младенцы такие, нравственные, духовные. Бог вкладывает уста, даёт уста и премудрость младенцев, кто именно смиряется пред Ним, младенцами, всегда кто сознаёт своё ничтожество. И прославление Бога, потому что прославление это всегда сохранение, будет им увеличение. И тут по поводу причащения хотелось такую вещь напомнить. Танцы причащения, оно много, конечно, здесь сторон имеет, когда мы о нём можем говорить. Для нас, конечно, центральное, прежде всего, когда мы говорим о плодах, о плодах, прежде всего, кому? Нужно напоминать тем, кто легкомысленно к этому относится и пренебрегает им, чтобы напоминать о том, что мы можем в этом таинстве получить. Одними плодами здесь разговор заканчивать не надо, потому что нужно знать и как эти плоды получаются, и как сохраняются. это вопрос ко всем таинствам относящийся, чтобы получить плоды в крещении, плоды в венчании, плоды в священстве, плоды в исповеди и так далее. Нужно вести себя должным образом до этих таинств во время и после их. Потому что можно не должным образом готовиться, ничего не получил. И вроде бы готовился, получил, но ведёшь себя безобразно и всё растерял. Всю жизнь, конечно, дальше, особенный для нас вопрос это сохранение и увеличение. Потому что крещаемся, исповедуемся, большинство, часть крещеных и вот остаётся только одно сейчас. Всё это удерживать в себе и взращивать до самой последней секунды последнего вздоха, пока ангелы не возьмут и не вознесут на Царстве Небесное. Потому что можно и перед смертью растерять кое-что. И до самого последнего вздоха бесы будут строить какие-то козни, пытаться хоть чего-то решить, хотя бы отчасти, чтобы хотя бы меньше блаженства или в раю или ещё что-нибудь. Прежде всего решение блаженства райских.